Здравствуйте, друзья! Хочу показать плод своих двухлетней работы Nested 3-section kayak Вот даже есть логотипчик, я придумал То есть, складной трехсекционный каяк Смысл в чем? Чтобы вот эта лодка имеет длину 3,70 Перевести ее просто в легковом автомобиле, либо даже в бусе, это всегда проблема И со спиной, в том числе, высадить наверх Поэтому постарался сделать его типа матрешки складывания То есть, все секции, носовая, кормовая, входят вот сюда, в купе Вместе с веслами, кстати Что очень удобно при перевезке Проверил и в легковую машину, даже в купе остановится, в салон В бусе вообще переводится, без проблем Показываю, как это все работает Достаем для остатка Поставим в эту сторонку, чтобы не мешали Достаем Светил Носовые секции Здесь тоже все, смотрите Внутри Имеет носовую часть Вот они И эта крышка потом закроется Здесь были сделаны специальные Герметичные крепления Крепления, которые позволяют соединить все секции И еще одна фишка интересная Если вы имеете два таких каяка Вы можете сделать двухместную лодку То есть, вот эти части соединяются между собой То есть, они соосные? Да, да Сделано так, что можно набрать двух, трех, четырех То есть, сколько у вас будет таких кормусов Лимузин такой Да, столько и можно сделать посадочных мест в этом каяке Ну, это прикольная фишка, я считаю Еще, вот смотри Тут внутри Отформованы Упоры для ног В кокпите То есть, сделана сформована седушка тоже И внутри вот Для разной длины ног То есть, места тут очень много Очень удобно Здесь специальная полочка Для хранения телефона Документов С бутербродом О, крутяк Так, теперь поступаем к сборке Итак, для сборки понадобится Ну, какая-то более-менее ровное место Если в таком случае, как у меня вот трава лезет Или песок Я подкладываю еще коврик Чтобы защитить места соединения и торцы Вот Специально идут болты Это сделано из дюраля поточной То есть, оно все легенькое и антикоррозионное И вот такая есть еще приспособа Сделала для удобства скручивания Значит, все, что нужно сделать Ставить соединение И начать от руки закручивать Идет легко Вот На сборку уходит примерно 5 минут Если взять приспособу, то не еще больше И верхняя Теперь закрепляем Достаточно герметично, да? Не достаточно, а герметично Потому что в секционном каяке это важно Если секции будут набирать воды Далеко вы не уплывете По том, как сделана была конструкция Расскажу сразу Значит, здесь применена две технологии Термовакуумной формовки То есть, вначале это было все сделано Из пластика При помощи вакуума По модели Выдавлены размеры Формы После оказалось, что я немножко Про Ошибся с толщиной пластика И пришлось брать прочности При помощи стекла Стекловолокна То есть, тут эпоксидка И стекловолокна Из-за этого, собственно, вес и набрался Потому что сейчас Его вес 27 кг В начальной был Всего килограмм 8-9 То есть, ну это Опять же повторюсь Это прототип Если будет идти в серию Его вес будет не более 16-18 кг То есть, это очень Будет хороший вес Ну, получается, ты не промышленными методами Наносил Да, это был первый вариант Здесь, где, говорится Ну, в плане Больше материала Да, там, чем надо Тут явно я дал материала запас Посмотрите Способа позволяет Затянуть им Настолько, сколько надо То есть, вы не перетянете Потому что внутри стоят Тефлоновые прокладки Еще раз покажи Это она упирается Получается Ага Вот И идет еще потом крышечка Показываю Как это все делается Вот здесь есть, видите Специальный крючок Здесь оно идет В зацеп Зацепление Все, крышка стала И тут резинкой Подтянул Все Теперь эта крышка Вот Уже составляет Одно целое И закрываем Крышечкой Крышка пока Сделана из Кожзама Стречева Грязь какая-то Слышно прилично выглядит Но Потом будет сделана Из резины Из силикона Так Приступаем к сборке Кормовой части Вот тут Для к этой поспособии Еще идет вот такой ключик Потому что здесь сужение Вот он Ого Тоже с дюраля То есть все сделано максимально легким Потому что здесь идет сужение корпуса И рукой тяжело крутить Потому что его дожать Потом просто дожимаем Вот так А так суть та же самая То есть берем Шло Передвижное Единственное в таком варианте Смотреть чтобы трава не попала Ты будешь с кустом плавать Ну как бы да Ничего страшного Сколько он метров длиной? 3,70 длина 62 сантиметра В самой широкой части То есть вот тут Ты имеешь ввиду внутри Или снаружи 61 сантиметра Снаружи А внутри тут под попу Сколько? Внутри 54 сантиметра Или 56 Что-то такое Ну я сажусь комфортно Место еще есть У меня вес до 90 килограмм Метр 92 Рост То есть я себя чувствую Тут очень комфортно Нормально А расстояние до ног Не мерил тут Вот Ножик Ну тут идет Как бы стандарт Ну два положения А ну так у тебя тут Два положения Да Для того кто повыше И кто кто короче Это вообще классно При желании Их можно сделать Отформовать еще больше То есть это Это такая опция Так вот я уже Почти скрутил Сейчас Дожимаю Вот смотри Эти ключиком Видишь Дожимается Потому что там дальше Рукой тяжело Это делать Как переходничок Такой Так Все Вот я поджал Ты говорил На какой мы речке Вообще находимся Мы находимся На речке Южный Бух В городе Винница Так Все Закрываем Слушай Немножко Оно вот требует Сноровки сразу Чтобы его надевать Потом они будут Резиновые Потому что Вообще Вот этот люк Я делал стандартный По стандартную Резиновую крышку Но их заказать Они очень дороги Поэтому Я ее сделаю Пока так Сделал лодку Сделаю И крышку на люк Все Теперь на воду Итак Давайте смотреть Каяк В действии Его родная стихия Это вода Вес позволяет Легко брать Самому Так Все Вот он уже на воде Еще раз напомню Друзья Что мы говорим О моей Работе В трехсекционном Складном Каяке Который Вкладывается Все секции В одну То есть Типа матрешка Что очень удобно Будет При перевозке Переноске И тому подобное Кстати В ходу Характеристики Его Средняя Такая Крейсерская Скорость Около 6-7 км В час Максимальная Которую я Выжимал На нем Это 9 Ну кто Может Поздоровее Поплывет Быстрее В общем Давайте Теперь смотреть Это все На воде Посадочка Посмотрим Кто Кого Кстати Вот эта лодка Складывается Как конвертик И ее тоже Сделал папа Офигенская Штука Передача Все дела Я тебя догнать Не могу Слушай А ну-ка Ну а Ну а Давай Давай Осторожно Осторожно Офигенская 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 Итак Сейчас покажу На берегу Как я Разбираю Складываю Трехсекционный Трехсекционный Разборный Складной Трехсекционный Так Трехсекционный Выходим Так Смотрите Секции Внутри Все Сухо Здесь только Единство В этой Секции Окей Разбираю На берегу Узборки Опять же Берем Ключик Снимай Отсюда Пожалуйста Нет Отсюда Отсюда Расслабляем Крепление А дальше Можно уже От руки Крутить Вот для этого Это Г-образная Приспособность Диана Здесь Рукой Тяжело Нолезть Неудобно Надел Ее так Специально То есть Вот эти Два Крепления Они унифицированы Что сзади И спереди Поэтому За счет Этого Я и говорю Что можно Делать Эти секции Внутри Средние Набирать То есть Двух Трехместный Четырехместный И так далее Они соосные Да Они соосные Если бы я этого Не делал Было бы удобнее Но я решил Сделать Вот таки У него Сам Все Дальше Он идет От руки Сейчас Покажу Кстати Как выглядит Лодка С днища Смотрите Чуть-чуть Травы Ну вот и как Или есть Вот такое То есть Лодка Остойчива Хорошо Держит Курс Никаких Проблем С этим Абсолютно Нету Так Сдали Ее еще Вниз Сниму Вот так Сюда Пройми То есть Форма Она и не Плоскодонная И не слишком Келевая Она Остойчива Их держит Хорошую скорость Не Ну красиво Красиво Все Тоже Линия в линию Переходит Да И вот Особенно Мне нравятся Вот эти находки Это мы делали Лодку Строили С отцом Он Скульптор Кстати Такая формула 1 Да То есть Обводы у него Классные Красивые Такие Стремительные И здесь Если что Если надо Пришвартоваться Допустим Удобно Так Разбираю Есть Носовая Есть Теперь Откручиваем Кормовую Чтобы Снять Кормовую Опять же Удобнее Снимать Крышечку Еще раз Покажи Что тут Есть Крепление То есть Крышка Вот Видите Я поднимаю Каяк Но она Тут на резинке Вот Я отпускаю Ее И она Снимается Вот здесь Еще раз Показываю Тут есть Крючочек И зацеп За которым Она цепляется На крышке Приклеен Кусочек Полистирола Потому что Материал Тонет в воде Так Чтобы Мало ли Вдруг Вы потеряли Крышку Вдруг Вдруг Ты решил Снять Крышку На воде Она Не тонет Проверяю Видите Вдерживается На поверхности Это хорошо Кстати Да Забыл сказать Вся лодка Имеет блоки плавучести То есть Вот покажи Под сиденьем Они вшиты Там Как бы Под низом Где-то Вот здесь Полностью Под всем сиденьем И в спинке Находится Пенопласт А я их отсюда Увижу А вот Ну это Они еще не заделаны Конечно Как надо Но это все Будет уже Цивильно Сделано Закрыто Ну понятно Здесь 27 литров Пенопласта То есть Лодка весит 27 килограмм 27 литров Пенопласта Она будет Не только на плаву Она еще и вас Будет держать В случае чего Если что-то Случится на воде Лодка Непотопляема Это важно Так Откручиваем Здесь Здесь намного удобнее Потому что Пространства Для руки Больше Тут вообще Такой багажник По-моему Еще ребенок Может поместиться Тут сзади Кстати Да По литражу Здесь получается Всего Объем Всего Каяка 300 литров Это вместе Со средней Частью 300 литров Ну считайте Человек Занимает Это Кокпит А здесь Больше 40 литров Суммарно То есть Можно взять Груза 40 килограмм Это сколько Шашлыка Сюда Влезет И Мангалы Шашлыки Все остальное Кстати Удобно Да Вот Эта штука Снимается Можно Не просто Через Переднюю Через отверстие Ну да Через люк Хотя Луки максимально Я делал Максимального размера Это штатный Размер люка Еще раз повторюсь Круг крышки Будут сделаны Из резины То есть Это пока Временно На тестовом Варианте У нас Сделаны Из стрейчевой Кожи Все Вот так вот В средней части Можно плавать Отдельно Можно Что доказал Мой сын Андрей Я ставлю Отсюда Кусочек Видео То есть Просто Даже если Отвалились Там где-то Отбил Просто Я не знаю Сколько сил И нужно Это сделать Даже эти секции То в одной Центральной Секции Можно Плыть Это доказано Сюда мы Ставим Это видео Класс Все Обычно Все запчасти Я складываю В носовую часть Крышечки После чего Вставляем Сюда Класс И закрываем Крышкой Матрешкой Да То есть Это принцип Матрешки Реально Демонстрируем Вот так Запускается И здесь Надо слегка Прокрутить Все Класс И что В легковую Даже влезет Проверено Даже в купе Скуп То есть Я в свой Буз Сзади В багажник Ставлю Вообще Без проблем Но ты Это четвертый Да В легковую Машину Становится Либо на переднее Сидение Либо сзади Если это Универсал Тоже проблем Не будет Все Всем рекомендую Если вам понравилась Моя работа Ставьте лайк Пишите В комментарии Заказывайте Мой каяк 101 Трехсекционный Всем удачи Пока